Отношения человека и белого медведя больше не вызывают опасений. Об этом заявил Центр природопользования и охраны окружающей среды. Для решения проблемы жителей прибрежных поселений администрация округа привлекла силы пограничников, спасателей, пожарных и сотрудников аэропорта Амдерма. Встречи белого медведя и человека в прибрежных поселках Ненинского округа происходили и раньше, только их частота была намного меньше, чем в последнее время. В Амдерму, Усть-Кару и Варнак белый хищник стал наведываться настолько часто, что стал настоящей угрозой для жизни. Последней каплей терпения человека на вседозволенность хозяина Арктики стал случай на Тобойском месторождении. Белый медведь регулярно наносил визиты нефтяникам и мешал им работать. Правоохранительные органы пытались отпугнуть любопытного хищника, но сигнальные ракеты и шум вертолётов не испугали царя Арктики. Тогда его пришлось усупить и депортировать вертолётом. Однако вскоре молодая медведица вернулась. По словам специалистов Всемирного фонда дикой природы, сделала она это неспроста. Медведя на месторождении регулярно подкармливали и отказаться от легко добытой еды хищник не хотел. Однако кроме назойливого медведя, жителей прибрежных поселков беспокоят и другие. В Ненинском округе несколько точек, находящихся в ареале обитания хищников. Это посёлки Амдерма, Каратайка, Усть-Кара на материке и Варнак на острове Вайгач. По поручению главы региона Игоря Кошина, Департамент природных ресурсов, экологии и АПК разработал механизм предотвращения конфликтов между жителями прибрежных поселений и Белым медведем. Сейчас проблема решена. Создана группа, заключены соглашения с комитетом гражданской обороны, сотрудники их находятся на территории поселка Каратайка, поселка Амдерма. Там сотрудники пограничного управления ФСБ России и казенное учреждение аэропорт Амдерма. Координацию действий всех ведомств будет осуществлять Центр природопользования и охраны окружающей среды. Туда будет стекаться информация о перемещении медведей. Специалистами Центра уже закуплены резиновые пули, которые будут доставлены на побережье. Рассматривается вопрос о приобретении дополнительной техники. Теперь задача человека убрать свалки с отходами в удалённые от жилых зданий места. Именно они привлекают краснокнижных животных.